Спорт-ФМ. Сто процентов футбола. Спорт-ФМ. Вайбер и ватсап. 8-9-2-5-2-2-2-2-9-3-2. Наши координаты привычные. Телефоны прямого эфира. Спорт-ФМ. 276-0-9-3-2. Еще раз напоминаю, звоните в течение первого и второго часа. Будем, естественно, звонки принимать. Ну и, конечно, как и всегда в течение Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, мы, естественно, обсуждаем футбольные события, но следим за всем тем, что происходит на играх в Рио. И еще раз всех искренне поздравляю с первой медалью дня. Ольга Забелинская. Молодец. Серебро в женской гонке с раздельным стартом. Жаждем продолжения от фехтовальщиков и фехтовальщиц, от дзюдоиста, от наших стрелков. Всякое может быть сегодня. Гимнасты тоже, может быть, помогут и дополнят еще наше хорошее настроение своим хорошим выступлением. Теннисисты пока притормаживают, учитывая, что там, то есть в Рио-де-Жанейро сегодня серьезно льет дождь и даже отменены все соревнования по академической гребле. В общем, держим руку на пульсе событий на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, но, конечно, обсуждаем с вами прежде всего футбол. Сегодня огромные такие серьезные изменения в московском локомотиве получили некое официальное подтверждение. Ольга Смородская официально покинула локомотив. Совет директоров футбольного клуба утвердил назначение Ильи Геркуса президентом клуба. Также он утвердил отставку Игоря Черевченко с поста главного тренера. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Олег Пашинин. Вот такие вот изменения в московском клубе, который совсем недавно выигрывал розыгрыш Кубка страны, поднимал над головой кубок, участвовал в Еврокубках, пробирался в весеннюю часть и таким образом, по традиции, обладая мощной болельщицкой базой, является таким серьезным игроком на футбольном поле России. Локомотив стартовал с двух ничейных результатов. Если один со счетом 0-0 в Санкт-Петербурге против «Зенита» вполне может быть признан удачным результатом, то вот второй 2-2, ведя 2-0 дома против «Томи», конечно же, неудача. Но разве можно связывать вот с такой отдельной неудачей сразу же отставку главного тренера Игоря Черевченко? Думаю, что все-таки нет. Поэтому здесь несколько иные расклады, несколько иные причины. И думаю, что, конечно, эти причины еще неизвестны, когда будут озвучены самим Игорем Черевченко. Он буквально несколько слов сказал в коротком интервью коллегам. «Уйти — это мое решение. Пока не готов назвать причины, расскажу потом всему свое время. Сейчас улетаю, меня долго не будет в России. Взял паузу, чтобы отдохнуть». Ну и напомню, что накануне мы общались с его тезкой Игорем Чугайновым, человеком, который прекрасно знает Черевченко, играл вместе с ним и общается в эти дни вместе с ним. И вот об усталости тоже Чугайнов говорил. Видимо, все-таки, это мы знаем прекрасно, наставник футбольного клуба — это очень энергозатратная, нервозатратная профессия. Но и те условия, в которых приходится сейчас работать наставником в локомотиве, думаю, что не добавляют положительных эмоций. Много сейчас говорится о том, что в клуб вернется Юрий Павлович Семин. Откровенно говоря, мы общались с ним сейчас до эфира, общались на предмет того, чтобы поговорить в прямом эфире, о том, чтобы услышать взгляд Юрия Семина на все изменения в московском локомотиве. Он сейчас предпочел в прямой эфир не выходить, Юрий Павлович. И вот по последним данным коллеги с чемпионат.ком сообщают о том, что Юрий Семин вернется в московский клуб и займет должность вице-президента локомотива. И вот по слухам его обязанности войдет в выстраивание системы подготовки молодых футболистов и их перехода в профессиональный футбол. Кроме того, Семин будет частично вовлечен в вопросы трансферной политики. Вот такие сообщения сейчас о роли Юрия Семина, о его возвращении в московский локомотив. Довольны ли вы таким событием? Рады ли вы тому, что Юрий Семин вернется в локомотив? Пишите нам в вайбер и ватсап 8-9-2-5-2-2-2-2-9-3-2. СМС-портал 5-5-3-3 в начале слова спорт. Будем говорить сегодня, конечно, еще и о разнообразной трансферной политике для российских клубов, потому что трансферное окно по-прежнему не закрыто. Оно продолжается для российских команд. И думаю, что на флажке, как по традиции, будут совершены, ну, такие серьезные приобретения, прежде всего для клубов, которые не являются лидерами в нашем чемпионате. Вот, допустим, даже попробуем сравнить нашу премьер-лигу и английскую премьер-лигу. Англичане уже от мала до велика, от Борнмута до Манчестер Юнайтед, проводят активную трансферную политику. Почему? Потому что деньги есть. Все вы знаете, что вступает в силу, уже вступил в силу новый контракт с телевидением. И более того, все английские клубы получили такую предоплату, они ее пролоббировали. И таким образом деньги есть уже сейчас для того, чтобы заплатить за серьезные трансферы. И даже середняки ведут активную трансферную политику. У нас, конечно, совсем иной расклад. Кто-то, как Уфа, начал вначале продавать активно, и теперь начинается такая более или менее серьезная скупка футболистов. Кто-то вообще пока молчит. Терек, очень серьезно обновившись, только-только сейчас вступает в борьбу за тех или иных футболистов. Много времени уже упущено, и более того, нету, конечно, какой-то толковой работы на предсезонных сборах. Получается, что у многих команд на предсезонных сборах работал один коллектив, а в сезон вступил, по сути, другой. На дороге Москвы переносимся. Прямо сейчас 4 балла по оценке портала Яндекс.Пробки местами затруднения. Крупнейшая пробка на Калужском шоссе от МКАДа до поселка Газопровода. Ну и по традиции, в общем, проспект Мира тоже тормозит от Маломосковской улицы до улицы Докукина. Набережная Центра Москвы, Москворецкая набережная. Там бывает так, что очень сложно. Вот сейчас сложно от Садомического проезда до Большого Москворецкого моста. Скорость потока всего лишь 2 км в час. Спорт.ФМ. Сто процентов футбола. Сто процентов футбола. С вами Дмитрий Дерунец. Напоминаю, у нас большие 2 недели, посвященные во многом Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. И там, кстати, тоже есть футбол. Футбол, и он сегодня стартует в 19.00. Вообще сегодня завершается групповой этап в мужском турнире. Ну, я не думаю, что уж очень многим интересен женский турнир. Когда там будут полуфиналы, финал, наверное, обязательно обратим внимание. А вот в мужском турнире сенсации могут грянуть уже на уровне группового этапа. Я уверен, что мы сегодня тоже несколько слов этому обязательно посвятим. Напоминаю, что пока в центре внимания у нас московский локомотив. И призываю болельщиков локомотива писать в вайбер и ватсап 8-9-2-5-2-2-2-2-9-3-2. СМС портал 55-33 в начале слова «Спорт». Как вы относитесь ко всем изменениям в составе локомотива. Естественно, сегодня мы тоже будем это анализировать. И мои коллеги будут анализировать еще и после 19.00. Локомотив сегодня у нас в центре внимания. Ну а прямо сейчас у нас на связи заслуженный тренер Российской Федерации, РСФСР, Борис Петрович Игнатьев. Борис Петрович, здравствуйте. Здравствуйте. Ну для вас тоже локомотив, конечно, такой клуб, к которому имели отношение в том числе. И расскажите, пожалуйста, вот как вы относитесь к таким вот скоропалительным переменам, что в руководстве клуба, что на тренерском мостике? Ну меня больше задела ситуация с Игорем Черепченко. Даже не могу себе представить, какие мотивы побудили его оставить пост. Я думаю, что ни в коем случае это не те два матча, которые провела команда под его руководством. Это всего лишь два матча, поэтому Черепченко показывал со своей командой вполне приемлемый, добротный футбол. Временами даже честный молодой специалист выбрал кубок. И даже не могу себе представить. И не думаю, что здесь побудительным мотивом является последняя игра с Штомью. Ничейный результат при том, что они ввели 2-0. Ни в коем случае не думаю, что-то там другое. Если говорить об изменениях в менеджменте, в руководстве клуба, то думаю, что это вполне нормальная, приемлемая ситуация команды. У команды нет развития, нет результата. Отсюда и доверие исчерпано. Ну действительно, да, получается, что такие перемены связаны, конечно, наверное, с результатами последних лет. Хотя вот вроде бы кубок был выигран. Но вот не обратили внимания Игорь Черепченко в своих таких коротких интервью, коротких комментариях? Много говорит об усталости какой-то. Ну неужели молодой тренер мог так устать? Он другого ничего не может сказать. Это такая ситуация. Он не может, на мой взгляд, выложить все то, что побудило его. Это однозначно. Где-то в своем кругу, конечно, и его помощники, наверное, знают. Да и он где-то когда-то расскажет. Так выстраивается тренерская жизнь, тренерская судьба. И я убежден, что никакой усталости здесь нет. И речь не может идти. Тренер устает в одной игре. Следующая игра дает ему столько эмоциональных сил, прилив физических возможностей. Любая победа или хорошая даже игра. Поэтому тут, я думаю, что Игорь немножко лукавит. Лукавит и где-то чего-то недоговаривает. Борис Петрович, еще один вопрос прямо сейчас. 100% футбола мы продолжаем. Меня зовут Дмитрий Дерунец. И в этой череде олимпийских событий не забываем о том, что происходит в нашем футболе. Только что предметно общались с Борисом Игнатьевым, нашим знаменитым футбольным человеком, футболистом, специалистом, тренером, который приводил нашу юношескую сборную еще Советского Союза к чемпионству в Европе в 1988 году. Потом вместе с Юрием Семиным работал. И, конечно, именно от него, ну, наверное, неудивительно услышать, что, мол, ждем Юрия Семина на посту главного тренера «Локомотива». Конечно, он его соратник. Конечно, он его помощник. Лично я не могу сказать, что двумя руками за кандидатуру Юрия Семина на посту главного тренера. Вот некий ментор, некий помощник, некое связующее звено между руководством и командой – это, пожалуй, да. Назовите это как хотите, может быть, и вице-президентом. Ну, а прямо сейчас, наверное, со мной поспорит народный артист России, болельщик «Локомотива» Валерий Баринов. Интервью. Валерий Александрович, здравствуйте. Добрый вечер. Вы только что общались с Борисом Игнатьевым. Он с удовольствием бы увидел Юрия Семина на посту главного тренера. У вас есть такое же видение проблемы? Да, конечно. Конечно. Я не вижу другой кандидатуры. Я не знаю, кто может сейчас возглавить «Локомотив». Во-первых, мне непонятно уход Черепченко. Но я понимаю, что сейчас идет перетрубация в клубе. Зачем она происходит, непонятно. Я не за то, что надо было оставлять Смородскую. Я хотел бы понять, если идет перетрубация, то зачем она? Что хотят? Что придет новый президент? У него есть какой-то план? Зачем делают перемены? Чтобы что-то шло к лучшему. «Локомотив» всегда славился своей атмосферой в команде. Понимаете? Своим пониманием. И если есть понимание руководства, в данном случае железной дороги, и руководства клуба, тогда, да, тогда есть результат. А если придет тренер, и все от него отвернутся, ну, должен прийти человек. Вы понимаете, меня устраивали эти трое ребят, потому что они были «Локомотив». И сейчас в этой ситуации, после Смородской, конечно, должен прийти человек, который понимает эту команду, знает ее лучше других. Понимаете? А кто может сейчас прийти? Шесть или семь тренеров сменилось при Смородской. И что? И ничего. Какой результат? Вот и все. Вы понимаете? А эта команда долго строилась. Строилась Семиным. Валерий Александрович. Не просто как команда, а строилась как клуб. Строился клуб болельщиков, клуб фанатов. Понимаете? И тут нужно терпение. Вот так же, как взяли, убрали Оленичева. Что это такое? Вы понимаете, кто сейчас придет? Это каприз одного человека или каприз совета директоров? Что произошло? Одно поражение. Нелепое. Оно может быть у любого человека. У любого. Понимаете? Так же, как впервые в истории Ростов вышел в Лигу чемпионов. А там, видите ли, нет, нет. Мы там еще, у нас что-то есть свое. Ну, хорошо, получите свое 10-11 место. И будьте счастливы. Нельзя разбрасываться кадрами. Нельзя. Они у нас по пальцам можно пересчитать. Тот, кто может возглавить клуб и сделать из него клуб. Клуб не просто появляется за 2-3 тура. За 10 тур. Клуб делается один сезон, два, три, а то и четыре. Валерий Александрович, и такой вопрос еще сегодня, в общем, не слишком тайный. Стало уже совсем явным. Возглавил как президент клуб Илья Геркус. Знакомы ли с ним? Ну, наверняка читали его интервью. Нет, мне эта фамилия, мне эта фамилия ничего не говорит. За годы болезни Локомотива я ни разу не сталкивался с этой фамилией. Вот сколько уже много лет я болею за клуб в соотношении с Локомотивом. Я знаю, что да, он там был заместителем Пряткина. Каких результатов добился наш футбол. Мы тоже знаем, понимаете, так сказать, руководство должно взять себя честно и сказать, ребята, мы тоже в этом виноваты. То, что произошло с нашим футболом, мы тоже в этом виноваты. Шесть лет назад мы получили чемпионат мира, и вместо того, чтобы взять и готовить команду, начиная с 15-летних, 14-летних ребят, выискивать их по всей стране и создавать им условия для работы. Мы бросились, что делать? Да ничего, стадионы стали строить. Ну да, там можно кусочек откусить. Я думал, когда сдали чемпионат, у меня спросили, Валерий Александрович, вы довольны, что мы получили чемпионат? Я сказал, в принципе, доволен. Конечно, деньги украдут, но стадионы останутся. А теперь чемпионат нам через год играть в конфидерацию. Они все от стадиона готовы. И не факт, что будут готовы. Понимаете? Есть стадионы, которые можно отнести колючей проволокой и сказать, вот вам, ребята, 15 лет без права переписки, и работайте тут. Понимаете? Это сложно, это сложно, и, конечно, ждем сейчас развития событий. Спасибо большое, Валерий Баринов. Как всегда, как всегда, искренне, откровенно, народные артисты Российской Федерации, болельщик локомотива. Прямо сейчас переносимся на дороги Москвы. Здесь 4 балла по оценке портала Яндекс.Пробки местами. Затруднение крупнейшее. На Калужском шоссе от МКД до поселка газопровода уже час там будете терять. Обращаю ваше внимание на Москворецкую набережную. Все там очень сложно в центре города. И третья транспортная внешняя сторона. От Шереметьевской улицы до улицы Новая Башиловка. Потеряете практически 40 минут. Будьте внимательны, слушайте «Спорт.ФМ». Главная тема у нас тема московского локомотива сегодня. И вот нам пишет сразу Людмила Петровна с Алтая. Еще как рада. Опять болею за Локо. Это в плане прихода Юрия Семина. Ну и много вопросов. Подскажите, пожалуйста, кого локомотив может рассматривать в качестве главного тренера. Никаких даже около слухов пока что нет. Видимо, еще вчера пытались уговорить Игоря Черевченко. Или, ну, скажем так, не думали. Все готовились к совету директоров. К формальному утверждению на пост президента Ильи Геркуса. Сегодня это состоялось. И вот теперь будут думать, кто же возможен в качестве наставника. Не знаю, ходят слухи действительно. Я вам их уже зачитывал по поводу того, что Юрий Семин может стать вице-президентом. Но все два человека. Два человека опытные. Два человека переживающие за локомотив. И по-разному, но все время рядом с клубом находящиеся. Борис Игнатьев, Валерий Баринов. Представитель все-таки старшего поколения. Двумя руками, ну а вместе четырьмя руками за кандидатуру Юрия Семина на пост все-таки главного тренера локомотива. За кого вы? Верите ли Семина в его очередное пришествие в локомотив в качестве наставника? Готовы ли его воспринятия? Прежде всего, обращаясь к болельщикам локомотива. Но почему бы и нет? Почему бы не подвечать и другим нашим болельщикам? В следующем получасе обсуждаем селекцию российских футбольных клубов. Общаемся с тренером Екатеринбургского Урала, селекционером футбольного клуба «Крылья Советов». Все это в рамках 100% футбола. Ну и, конечно, следим за событиями на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Там они продолжаются. Реклама Эталон Инвест представляет. Длинная рассрочка на 8 лет. Плюс скидка 12% на квартиры в жилом комплексе «Изумрудные холмы» в Красногорске. Пожалуй, лучшая рассрочка на рынке недвижимости. Хорошо, что оплата квартиры стала вам по карману. От 77 тысяч рублей за метр. Дома построены, сады и школы работают, микрорайон «Изумрудные холмы» от «Эталон Инвест». Звоните 37 и 5 восьмерок. Подмосквой 495. Проектная декларация на сайте изумрудные-дефисхолмы.ру Выгодно купить и выгодно владеть автомобилем «Лексус». С компанией «СП Бизнес Кар» выгодно все. В августе этого года «Лексус GX, NX и ES» с выгодой по трейд-ин 200 тысяч рублей, со сниженной ставкой по кредиту и с привилегиями на владение. Ждем вас в дилерских центрах «Лексус», «Лосиностров», «Каширский», «Левобережный» и «Рублевский». Звоните 135-48-28. Подмосквой 495. Подробности в салонах «СП Бизнес Кар» и на «Лексусбси.ру». Количество автомобилей ограничено. Аккредитование от «Тойота Банк» при поддержке от «Тойота Мотор». На большие цели нужен большой кредит. Просто захотела и взяла. Просто кредит до 5 миллионов рублей. Просто по низкой ставке от 15,4% годовых. «Локобанк». Банк простых решений. КП «Локобанк.АО». Генеральная лицензия ЦБ РФ 2707. Мы провожаем яхты взглядом, любуемся ландшафтным нарядом. Гуляем в парке, ездим в метро и смотрим на Москву в открытое окно. Исполнилась заветная мечта. Нас окружает комфорт и красота. В микрорайоне Павшинская пойма у Москвы реки. До конца лета при покупке квартиры машина-места в подарок. Звоните 495-181-0101. Количество квартир ограничено. Генеральный агент инвестиционная компания «Орион». Каждый активный москвич знает, чем наполнить свое лето. Конечно, радостью, солнцем и вдохновением. В общем, летние планы не ждут. Потребительский кредит в Московском кредитном банке поможет осуществить задуманное на выгодных условиях. 2 миллиона на 3 года по ставке 15% годовых для новых клиентов. ПАО «Московский кредитный банк». Твой город, твой ритм, твои условия. Акция проходит до 31 декабря 2016 года включительно. Не является офертой. На старт! Внимание! Марш! Успейте купить Toyota Camry и получить персональные привилегии в дилерских центрах Toyota компании SP Business Car. Только до 31 августа этого года. Toyota Center Bitsa, Левобережный, Лосиный остров, Каширский, Серебряный бор и Рублевский. Звоните сейчас. 151-2373. 151-2373. Код Москвы 495. Узнайте о возможных привилегиях. Подробнее на сайте toyotavc.ru. При поддержке ООО «Тойота Мотор». Новая история старой Москвы начинается в районе Кунцево. Новый архитектурный проект «Достояние» начинается в августе. Достойное. Выбирайте «Достояние» в районе Кунцево. Подробности на сайте dостояниedefisgals.ru. Gals Development 495-725-5555. Те же самые, что и сегодня. И тоже легенькие точки будут набегать. В общем, должно быть все нормально. В городе приятно такое лето проводить. «Спорт-ФМ» – 100% футбола. Если ты точно знаешь, кто сильнее – «Зенит» или «Спартак», если ты можешь предположить, по какой тактике играет Слуцкий, то сумасшедший денежный приз ждет именно тебя. Только на сайте 3w.sportfm.ru конкурс прогнозистов матч РФПЛ продолжается. Успей заработать очки, чтобы заработать деньги, третий тур уже близится. Главный приз – 30 тысяч рублей. Конкурс прогнозистов на сайте 3w.sportfm.ru. 100% футбола продолжается. С вами Дмитрий Дерунец. Главная тема у нас сегодня – тема московского локомотива. И сообщений много. Здравствуйте, как вы думаете, справится ли Пашинин и будет ли Лока активен в августе на трансферном рынке? Сообщений не подписал, не подписался наш слушатель из Вологды. Отвечу так. Думаю, что Лока обязан быть активен в августе на трансферном рынке, но, конечно, расклады разные и зависят они от главного тренера. В Пашинина, как долгого главного тренера, просто не верю. Не верю, что ему доверят. Я не собираюсь сомневаться в нем как человек. Я тоже один из легендарных футболистов для футбольной России 90-х. Я к нему отношусь с большим уважением. Но я не верю в то, что он прямо сейчас станет главным тренером локомотива, даже если выиграть ближайший тур, по-моему, в Грозном играет московский локомотив. Ну а прямо сейчас, не оставляя тему локомотива, говорим о том, что происходит в трансферных делах у нас в других российских клубах. Соответственно, у нас на связи старший селекционер футбольного клуба «Крылья Советов» Максим Ляпин. Максим, здравствуйте. Дмитрий, добрый вечер. Ну что, «Крылья Советов», аренда нападающего Кристиана Паскуата, и вот тут вот главное в скобках «Ювентус», можно написать даже капс локом для того, чтобы все обратили на это внимание. Расскажите, как докатились, я бы сказал, или наоборот, дошли до жизни до такой, и что же из себя представляет этот парень? Дмитрий, то, что игрок принадлежит «Ювентусу», ну, наверное, это больше интересно для болельщиков, да, для представителей СМИ, для нашего же клуба, тренерского штаба, прежде всего, важны качества футболиста, да, которыми обладает игрок. Вот, замечу, что это не чистый нападающий, потому что в прессе его окрестили нападающим, скорее всего, это игрок линии атаки, да, безусловно, но атакующий полузащитник способен сыграть на трех позициях, как и в центре поля, так и на фланге. Вот, ну, вообще, с «Ювентусом» сложились очень хорошие отношения, вот, и на коммунистовок уже не первый год тепла общался, вот, и, наконец, в этом году, наконец, сделали делуку для нас. Для кого она интересна, прежде всего, тем, что мы в очереди футболиста, с определенными качествами, да, в которых нуждалась команда. «Ювентусом» очень помогает, скажем так, счастливить футболиста. То есть мы полностью зарплату... Максим, очень плохо слышно сейчас, попробуем вам перезвонить. Максим Ляпин, старший селекционер футбольного клуба «Крылья Советов», с таким упоением и интересом рассказывает о том, что же происходит сейчас именно в делах, в отношениях между «Ювентусом» и «Крыльями Советов» по поводу трансфера нападающего Кристиана по «Скуату». Ну и, соответственно, вот сейчас попробуем дозвониться и обсудить это, обсудить это, обсудить и прочие трансферы футбольного клуба «Крылья Советов». Напоминаю наши координаты, смс-портал 5533 в начале слова «Спорт», вайбер и ватсап 89252222293.2. Ну и вот сейчас мы до Максима дозвонились. Максим, как сейчас? Связь? Дмитрий, все хорошо. Вот, надеюсь, и у нас все хорошо. Прямо вот, вы знаете, очень плохо было слышно в течение ответа на вопрос по поводу того, как же все-таки по «Скуату» относятся к «Ювентусу», да? И какие его ключевые качества? Вот услышали, что он больше даже такой второй форвард. Что еще можете о нем рассказать? Ну, о чем могу рассказать? Я не знаю, слышали вы или нет. Я повторюсь, мы с «Ювентусом» уже давно общаемся. Вот и в этом сезоне, наконец-то, сделали сделку, да? То есть нашли компромисс по футболисту, по «Скуату», прежде чем дать согласие на переезд в российский чемпионат. Приезжал в город, смотрел в Самару, его сводили в самые интересные и красивые места, наверное, да? Хотя, одним день это невозможно сделать, если показать весь город. Но, тем не менее, он получил первое впечатление, вернулся, пообщался с семьей и принял решение к нам перейти. Касательно качеств, вы сами скоро увидите его на поле, но, наверное, главный козырь, да, вот то, о чем там говорят в Италии, болельщики, с чем ассоциируется «Скуата», это стандартные положения, да? То есть не удивляйтесь, если «Скуата» забьет там мяч или, надеюсь, больше штатных положений со стандартов. Хорошо, будем за ними, конечно, следить. Максим, у нас сейчас буквально 50-секундная пауза, и потом продолжим по другому человеку, который пополнил состав «Крылья Совета». Прямо сейчас на дороге Москвы переносимся. Крупнейшие пробки здесь, на Калужском шоссе, на проспекте Мира. И обращаем внимание тех, кто движется по Садовому кольцу по внешней стороне от Олимпийского проспекта до Баррикадной улицы. Длина пробки 3 километра, скорость потока 7 километров в час, время проезда около получаса. Всего же оценивается ситуация в 4 балла. Портал Яндекс.Пробки предупреждает, будьте внимательны, дальше только хуже. Слушайте «Спорт.ФМ» и наслаждайтесь летом. Джерем Бакуга, и он принадлежит Карпи. Вот так вот еще звучит имя и фамилия одного новичка «Крылья Совета». У нас на связи, напоминаю, Максим Ляпин, старший селекционер клуба. Максим, расскажите о нем. Это аренда тоже или он уже полностью переходит в «Крылья Советов»? Дмитрий, по Джерем Бакуга, следующая ситуация. У нас будет играть в аренде, но при всем при этом у нас первоочередная опция. То есть именно мы решаем, остаемся футболистом или нет. И уже обо всем договорено как с клубом, так и с футболистом. То есть проблем никаких не возникнет. Научены прежним опытом, и сейчас сделали определенные выводы, и уже подстраховались на то, чтобы игрок всех устроит. Поэтому Джерем – это чистая девятка, чистый нападающий, быстрый, сильный. Хорошо зарекомендовал себя в Италии, особенно в прошлом году. На него выходило, знаете, наверное, несколько клубов с предложением. Но «Карпи» тогда завысило слишком цену, и игрок остался в клубе. В Сирии сезон не удался. Футболисты были определенные сложности с руководством клуба. Но это, как вы знаете, наш вариант. Боим крыльев советов. Подбираем то, где конфликт, где какая-то сложная ситуация. Мы как бы этим должны воспользоваться, приобрести и рассчитывать на то, что футболисты в нашем клубе покажут свои лучшие качества. Как это случилось, например, с «Бурлоком», которого все похоронили. Я помню, когда Тарас приходил в наш клуб, мне и агенты, и болельщики крылья. Многие писали смс с пессимистичным подтекстом. Игрок себя хорошо проявил. То же самое было и с Георгием Орией. То же самое было и с Йоаном Мало. После недачного сезона никто не понял, зачем берем француза, но он себя оправдал. Поэтому это наш путь. Искать, выискивать, подслушивать. И ловить момент. Да, ловить момент. Максим, от себя скажу. Мне очень интересно будет понаблюдать за такими приобретениями крылья советов. Мы с вами общаемся. Вы работаете на западном рынке. И приобретения очень интересные. Они, я бы сказал, еще такие имиджевые. В плане того, что, в общем, крылья советов, так, внимание притягивается. Конечно, скажите. А вот есть ли варианты, что они вдвоем будут играть одновременно в атаке? Тренерский штаб такие варианты рассматривает? Конечно, конечно, конечно. Потому что Мбакуга это чисто девятка, как я уже сказал. То подклад, то игрок, который может занять одну из четырех позиций на поле. Да, это и слева, и справа под нападающим. Так и в центре полузащиты, да, разыгрывающего можно сыграть. Поэтому такой вариант не исключен. Но хочу предупредить сразу, да. Естественно, я думаю, болельщики и представители СМИ будут ждать появления этих футболистов в матче против Краснодара. Однако не факт, что они будут с первых минут. Потому что физически пока любой, наверное, футболист любого итальянского клуба отстает от игроков из России. Потому что сезон в Италии, как вы знаете, начинается позже. Поэтому, если ребята выйдут там на даже 23 минуты, это будет здорово для того периода, чтобы они работали. Максим, ну и заключительный вопрос обязательный. Трансферное окно еще не закрыто. Селекционная политика никогда не завершается. Ждать ли нам еще приобретения этим летом от Крыльев? Безусловно, безусловно. Мы работаем, мы общаемся, мы ведем переговоры. Какие-то переговоры в заключительной стадии уже. Какие-то переговоры проходят тяжелее. Мы работаем, мы стараемся и придерживаемся главного принципа не переплачивать себя разумно, спокойно. То есть и брать игроков за те средства, которые они стоят. То есть я по пуску говорю, мы благодарны и Вентусу, они будут нам помогать компенсировать большую часть от зарплаты футболиста. Ну и стараемся находить такие варианты, которые и по качествам, и по деньгам нас устраивают. Максим, спасибо большое. Очень приятно слышать такие разумные речи от одного из людей, которые влияют на трансферную политику российских футбольных клубов. Дай бог, чтобы таких разумных речей мы слышали больше. Главное, чтобы речи превращались в дела. Максим Ляпин, старший селекционер футбольного клуба «Крыльев Советов», только что у нас на прямой связи. Поговорили о двух приобретениях. В конце концов, так они реально плохо играют. Датчане не самая плохая команда, откровенно вам скажу. И вот сейчас положение в группе А, где выступают эти коллективы, следующее. Дания. Одна победа, одна ничья. Четыре очка. Бразилия – два. Ирак – два. Южная Африка – одно очко. Дания – лидер. И на Данию Винлайн дает аж вот такой серьезный большой коэффициент. Ничья идет за 5-0-1. Ну, а почему бы и не рискнуть? Ну, раз у бразильца реально плохо играют, а датчане лучше, я бы, может быть, где-то здесь бы и посмотрел на этот сладкий коэффициент 5-0-1 на ничейный результат. Ну, или в конце концов, Дания не проиграет за 3-25. Тоже, конечно, очень сильно. Ну, если верите, что Бразилия пройдет дальше, если верите в крупную победу Бразилии, возможно, берите какую-то такую неоднозначную, сложную победу. Допустим, Бразилия побеждает в обоих таймах. Ну, почему нет? Разные могут быть расклады. Еще раз скажу, я вот так мельком смотрел матчи с счастьем Бразилии и не сказал бы, что команда выглядит внушительно. Реально, кто в лес, кто под рова. Но еще расскажу в следующем части подробнее о предстоящих матчах заключительного тура группового этапа Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Мы поговорим. Ну, а прямо сейчас говорим о футбольном клубе «Урал». У нас на связи тренер «Урала» Юрий Матвеев. Юрий, здравствуйте. Добрый день. Ну что же, позади у нас два матча. И вот такая эмоциональная выдалась игра против Ростова. Сегодня Сердару Азмуну КДК выписал два матча дисквалификации. Согласны с таким решением? Ну, думаю, да. Думаю, да. Принес извинения. Осознал, в принципе, там очень большой грубости не было. Не держался, наверное. Горячая иранская кровь сказалась. Ну, два матча, два матча. Как отметить игру своей команды? Вообще, насколько изменилось построение «Урала»? Потому что, ну, много-много изменений, конечно, в команде. Фамилии новые есть. И вот насколько сейчас вы уже можете назвать эту игру уже такой типичной для «Урала» или притирка только идет? Ну, я думаю, только идет притирка. Потому что действительно большое количество изменений в составе, особенно в атакующей линии. Новые люди появились, новые требования. Также поменялась структура нашей немножко игры. Поэтому, я думаю, только это первые шаги. Дальше будем смотреть, дальше будем анализировать, как двигаться и куда двигаться. Ну, вот, Юрий, немножко подробнее о структуре игры. В чем разность подходов перед этим сезоном? В чем разность подходов? Ну, понимаете, когда меняется 80% состава именно группы атаки, поэтому здесь более, наверное, простой футбол с нашей стороны именно в атакующих действиях будет происходить в этом году. Потому что, ну, те люди, которые на сегодняшний день есть, наверное, ну, не совсем смогли заменить людей, вышедших с прошлого чемпионата. Поэтому, ну, будем играть достаточно строго, пытаться играть в обороне и за счет быстрого перехода в атаку осуществлять такие атакующие действия. Скорее, какое ощущение преобладает в команде после ничьей с Ростовом? Ну, Ростов вроде бы и команда, с другой, не дай бы нам бог не каждому жить в эпоху перемен, а в Ростове очень серьезные перемены. Мы это уже увидели по этой игре. Вот как? Довольны ничьей? Ну, вы знаете, если бы перед игрой мне задали вопрос, сказали, довольны будете ничьей, я, наверное, бы согласился на ничью. Но после того сценария, который был в Ростове, наверное, все разочарованы, что не смогли додавить. Численное преимущество у нас было, наверное, раз 15-17, и, тем не менее, не могли много создать моментов и реализовать это преимущество, сделать этот гол. Поэтому здесь немножко разочарованы. К вам едет ЦСКА 13 августа, в субботу. Расскажите о подготовке команды. Подготовка, знаете, в плановом режиме. В плановом режиме готовимся, анализируем соперника. Смотрели все матчи ЦСКА. ЦСКА пока очень туго входит в сезон. Поэтому и с активизмом смотрим в будущее. Поэтому надеюсь, что у нас придет полный стадион. Поддержка болельщиков нам будет необходима. Будем бороться, будем пытаться побеждать. Кстати, как готов газон стадиона к этому сезону? По пигмальной системе на 5 баллов. Это классно. Будем рады видеть такое на протяжении. Я думаю, будет большой красивый футбол. Который затмит даже Олимпийские игры. Юрий, называйте вещи своими именами. Вы наверняка об этом мечтаете. И мы мечтаем тоже, чтобы российский футбол затмевал даже Олимпийские игры. Спасибо большое. Удачи, Юрий Матвеев. Тренер футбольного клуба «Урал» Свердловская область. Только что в прямом эфире программы «100% футбола». Ну а что, команда хорошо стартовала. Четыре набранные очка идет в группе лидеров. И при отсутствии какого-то, ну, есть, конечно, заголовок «Зенит Ростов» в этом туре. Конечно, он в центре внимания в пятницу. Нет такого серьезного заголовка «Выходные». Но, знаете, вот по таким оставшимся матчам я как раз внимательнейшим образом буду следить за игрой «Урал ЦСКА». Прямо сейчас переносимся на дороги Москвы. Четыре балла по оценке портала. Да уже пять баллов только что обновил. Движение плотное. Портал «Яндекс.Пробки» так оценивает. Сложнейшая ситуация в наших традиционных проблемных местах. Калужское шоссе, проспект Мира, шоссе энтузиастов. Что на МКАДе? Здесь внутренняя сторона от Бесединского путепровода до Каширского шоссе. Прокорастянулась на 5 километров. Скорость потока 14 километров в час. Будьте внимательны, наслаждайтесь хорошей летней погодой и слушайте «Спорт-ФМ». Спорт-ФМ. Сто процентов футбола. Дмитрий, пригласите Валерия Баринова к вам на передачу. Он уже был на «Спорт-ФМ». Очень интересный. Екатеринбург. Сергей, спасибо. Сергей, ну вот для вас, видите, поговорили о клубе «Урал». Для вас специально, я бы даже сказал. Но касательно Валерия Баринова, он действительно совсем недавно у нас был. Очень интересно. Я согласен. С ним очень много можно говорить. Поэтому он никогда не отказывается. Но давайте дадим время сейчас «Локомотиву». Посмотрим, какие перемены будут. Дадим новому тренеру какое-то количество матчей провести. И, конечно, потом пригласим Валерия Баринова, чтобы была возможность уже и оценить всю работу «Локомотива» после смены руководства. 276-0-93-2, 276-1-93-2, код города Москвы, 495. Денис, здравствуйте. Здравствуйте, Дмитрий. У меня такой вопрос по поводу, почему наша сборная России по футболу не участвует в Олимпийских играх. Мне вот это вот интересно. И по поводу «Спартака». Слышно там что-нибудь? Нет, есть там новый тренер? Нету. Спасибо. Спасибо. По поводу Олимпийских игр и сборной России по футболу. Короткий, но, вы знаете, вечный уже ответ за последние, получается, 30 лет. Мы не пробиваемся даже близко. Квалификация на Олимпийские игры сложна. Идет она через чемпионат Европы для молодежи до 21 года. Вы помните, сколько раз мы участвовали на чемпионате Европы до 21 года? Один раз при Писареве проиграли три матча в группе. И то это был не отборочный на игры в Рио-де-Жанейро. Она отборочный, мы не попали. То есть нам надо попадать на чемпионат Европы, там пробиваться в четверку лучших европейских команд и тогда претендовать на поездку на игры Олимпийские. Поэтому мы пока с нашим выступлением, с нашими результатами бесконечно от этой путевки далеки. Что касается «Спартака», сегодня новых новостей уж, простите, нет. Ну, я думаю, вы согласитесь, что о «Спартаке» мы много говорим и последние дни. И сейчас уже надо дать ситуации разрешиться как-нибудь. Поэтому ждем завтра в 12 часов дня внеочередной исполкома Российского футбольного союза. Завтра по итогам этого исполкома состоится пресс-конференция. И будет назван, будет представлен, я надеюсь, даже новый главный тренер сборной России по футболу, что автоматически снимет целый ряд вопросов и, наверное, даст возможность ситуации в «Спартаке» каким-то образом разрешиться или каким-то образом сделать этой ситуации шаг вперед. Поэтому давайте дождемся завтра. Думаю, что какие-то новости будут сегодня. Вот мы говорим вокруг «Локомотива». Вокруг «Локомотива» прежде всего. Что пишете вы? Я рад, что Юрий Павлович возвращается. Еще, если бы он руководил непосредственно на поле, у него очень хорошо получалось. И слава богу, что хоть не говорим про «Спартак». Скажите, правда ли, что футбольный... Ну, посмотрите, как мы отвечаем. Я даже вот эти вот... Леха нам написал, оказывается, еще полчаса назад. Я не успел прочитать, а мы, оказывается, уже ответили на ваш вопрос. Причем прямиком из «Самары». Надеюсь, Алексей, вы довольны. Что скажете насчет слухового возвращения Кучука? Этот человек, Сафар, может вернуться в любой момент. Не удивлюсь. Добрый вечер, Дмитрий. Хорошего вам эфира. Явалищик Локомотива с 2003 года. Тогда было прекрасное трио. Министр путей сообщения Аксененко, президент Филатов, главный тренер Семин. Министр делал все для клуба. С приходом в Смородске началась чехарда. Тут сейчас комплексно. Надо смотреть, что РЖД хочет от клуба и какие финансы будет выделять. Сколько денег будет выделять на трансфер. Надо следить за финансовым фэрплей у ЕФА. Согласен полностью. Я верю в то, что Семин Слок отправится в ФНЛ. Ух ты. Ну, думаю, что до такого все-таки не дойдет. Ну и, конечно, важнейшее сообщение. Накануне забил Уилл Грик. Действительно, друзья, Уилл Грик – легенда чемпионата Европы по футболу. Накануне в матче Кубка английской лиги я прям в онлайне следил за этим матчем. Как правильно пишет Уоллес, отправил мяч за Уиган ворота Олдема. Но это не помогло его команде. Действительно, Уиган все равно проиграл. Но я верю, что выездной сектор по полной программе исполнил Уилл Грик – зон фае. И чемпионшип уже стартовал. Тоже слежу за ним внимательно. И, конечно, за Уиганом в том числе. Благодаря вот этому человеку. Вот что делает музыка. А я очень музыку люблю. Тем более вот такую вот музыку из 90-х. И, конечно, сейчас абсолютно без всяких симпатий всегда относился к Уигану. Вообще считаю, что это редкий представитель, когда футбольный клуб мало нужен регбийному городу. Мало людей на него ходит. Но вот что делать. Он жив, и в нем есть Уилл Грик, и поэтому это круто. Путь в Рио. Слушай программу «100% азарт» и, возможно, именно ты отправишься в Бразилию, чтобы увидеть своими глазами Олимпийские игры и окунуться в атмосферу спортивного праздника. В новостях из Рио-де-Жанейро мы говорим на протяжении всего дня. Это «100% футбола». С вами Дмитрий Дерунец. Куча интересных тем после выпуска новостей. Но и на игры, естественно, будем обращать внимание. Болеем за наших спортсменов. Спортфм «100% футбола». Это «100% футбола». С вами Дмитрий Дерунец. Начался финал в стрельбе из пистолета. Сейчас 50 метров. И, увы, здесь Владимир Гончаров наш вышел в финал и стреляет не очень хорошо. Прямо скажем, давайте тоже смотреть правде в глаза, как смотрит сейчас Владимир Гончаров в мишень. Он сейчас с восьмым результатом пускается на последнюю строчку. И ему срочно нужно улучшить свой результат для того, чтобы пойти дальше. Для того, чтобы не вылететь сразу же. Конечно, уже с таким неважнецким началом трудно будет претендовать на самые высокие места. Но, тем не менее, на медаль пока претендовать, собственно говоря, будет очень сложно. Но болеем за нашего, как и болеем за наших фехтовальщиц, за наших раперисток. Пока Владимир Гончаров в седьмой. Успел он подняться, сумел он подняться с восьмой строчки. Ну, дай бог, чтобы так было и дальше. Если ты точно знаешь, кто сильнее, «Зенит» или «Спартак», если ты можешь предположить, по какой тактике играет Слуцкий, то сумасшедший денежный приз ждет именно тебя. Только на сайте www.sportfm.ru конкурс прогнозистов матчей РФПЛ продолжается. Успей заработать очки, чтобы заработать деньги. Третий тур уже близится. Главный приз – 30 тысяч рублей. Это конкурс прогнозистов на сайте www.sportfm.ru Ну и напоминаю наши координаты. 5533 в начале слово «спорт». Вайбер, ватсап 892-522-2293.2. И наши телефоны 2760-932, 2761-932. Код города Москвы – 495. Дмитрий, ответьте, пожалуйста, как вам Бора, какие шансы на Еврокубке и немного ли вратарей за 40? Саша Бора. Саша, я вам, с вашего позволения, проанонсирую. Я готовлю сейчас вместе с коллегами большой-большой проект, часовой, посвященный старту английской премьер-лиги. И он, в моей озвучке, пройдет у нас в рамках программы «100% футбола» в пятницу в 18.00 час о каждой команде РФПЛ с комментариями экспертов, с трансферной политикой, с раскладами предсезонными. Так что вот на все эти вопросы, и в том числе и Мидлсбро, будут даны вам ответы в пятницу после 18 часов. Ну а прямо сейчас давайте поговорим о суперкубке UEFA. Накануне сыграли между собой Реал и Севилья, два испанских коллектива. И футбол, может быть, не был какого-то супер-высокого класса, но получился результативным, хорошим, ярким, с большим количеством забитых мячей и с хорошим процентом реализации голевых моментов. Прямо сейчас у нас на связи комментатор ведущего матча ТВ Роман Гуцай. Рома, привет. Привет, привет. Насколько можно из вчерашнего матча делать выводы, или все-таки это была такая вещь в себе? Ну, по поводу Севильи можно. По поводу Реала, конечно, нет. Когда там больше половины игроков стартового состава не принимают участие в матче, естественно, тактический рисунок меняется очень сильно, потому что у Реала все-таки на индивидуальном мастерстве многое строится в игре. А вчера привычных лидеров у Реала на поле не было. А вот у Севильи, да, но мы так считали, что, в принципе, в матчах с... Даже с соперниками вроде Реала, которые еще и не в оптимальной форме, у которых не все лучшие стартовые составы, конечно, Севилья была очень близка, буквально несколько секунд ей не хватило для того, чтобы трофеи выиграть. Вот вопрос давай по поводу Севильи, может быть, чуть подробнее. Какие ты уже успел выводы сделать по этому матчу? Все-таки Хорхес Санпаули, эксцентричный тренер, ну, привлекающий внимание, атакующий футбол, новые фамилии в большом количестве. Какие еще сделаешь выводы по этому матчу? Я бы еще сделал выводы от того, что Севилья очень здорово пыталась играть в контроль мяча и, по-моему, к итогу матча, там, чуть ли не 61 на 39, да, было в пользу Севильи в этом противостоянии. То есть не побоялись против мадридского Реала на очень тяжелом поле, потому что был дождь и, в принципе, погода так, в Тронхеме в августе, как оказалось. И поле было такое немножко рыхлое, и там на нем, в принципе, контролировать мяч, это не самая такая быстро приходящая в голову идея. Но, несмотря на это, Севилья все равно пыталась играть в контроль, и это действительно очень, может быть, самобытная команда на футбольной карте Европы. Какие мои, кто понравился? Все-таки новые фамилии были? Ну, были, но они относительно новые. То есть я думаю, что, конечно, для большинства боечков Марко Ассенсио это абсолютно новый персонаж. Но в прошлом сезоне он уже был игроком Мадридского Реала, он выступал в Эспаньоле на правах аренды, а позапрошлом сезоне он был в Сегунде, играл у Валерия Карпина в Мальорке. Понятно, что Марко Ассенсио и его гол, конечно, это то событие, которое на себя внимание обратило. Ну, а что касается Сивилии, опять-таки, вот Евгений Коноплянко вышел, вытребовал пробить пенальти, в итоге, конечно, попер с мячом на последний фон дополнительного времени и привез гол. Ну, не привез, но, во всяком случае, стал его соавтором в свои ворота. Ну, в Испании, по крайней мере, пишут, что в нынешнем сезоне должен, наконец, настать год Коноплянки, потому что все-таки в прошлом он очень редко появлялся на поле. Ну, понятно, что он должен быть игроком стартового состава, а в прошлом сезоне во имбире он, в основном, выходил на замену и не был каким-то футболистом, решавшим судьбу матча, не был ключевым игроком команды. Сейчас определенные изменения в составе Сивилии происходят, несколько лидеров коллектив покинули, и вроде бы как испанцы уверены в том, что именно на Коноплянку будет делать ставку Хорхе Сан-Паули, новый тренер Сивилии. Наверное, для него действительно этот сезон будет в некотором смысле определяющим, потому что либо он себя проявит хорошо и тогда попадет в объективы внимания команд сильнее, чем Сивилия, либо он себя не проявит никак, и тогда он либо останется в Сивилии, либо уже пойдет как-то его карьера на убыль, так что действительно для него год определяющий. Спасибо большое, Ром. Следим дальше. Роман Гуцайт, комментатор и ведущий Матч ТВ. Несколько слов о Суперкубке UEFA. Реал накануне выиграл первый трофей европейского клубного сезона, одолев в дополнительное время Сивилию со счетом 3-2. Прямо сейчас переносимся на дороги Москвы. Ситуация само собой ухудшается, и так движение плотное, ну и еще и новые пробки обнаруживаются по оценке портала Яндекс. Крупнейшая проспект мира, вылетная магистраль от Крестовского путепровода до улицы до Кукина, традиционно на 5 км в час, Калужское шоссе, Москворецкое набережное, Савихинское шоссе. Ну и вот такая неожиданная пробка на третьем Нижнелихоборском проезде, от улицы линии Октябрьской железной дороги до Локомотивного проезда. Спорт-ФМ. Сто процентов футбола. О суперкубке UEFA еще обязательно поговорим. Звоните нам 2760-932-2761-932, код города Москвы, 495, потому что ваше мнение тоже интересно. Своё мнение скажу по этой встрече. Ну а прямо сейчас в Рио-де-Жанейро там идут и предварительные бои в фехтовании, и розыгрыш медалей в стрельбе из пистолета с 50 метров. В студии Мария Терская. Маша, что наши фехтовальщицы? Инна Дереглазова вслед за Аидой Шанаевой вышла в 1-4 финал. Это фехтование на рапирах. Она была сильнее Аиды Мухаммед из Венгрии 15-6. И теперь нашим девушкам на стадии 1-4 будут противостоять француженки. Шанаева сразится с Исаорой Тибюс, а Дереглазова со стрит Гуаяр. И в случае успеха они уже сойдутся в 1-2 между собой. Ну и Владимир Гончаров, да, как ты уже сказал, стрельба на 50 метров у мужчин. Надеемся, что вторая медаль за день будет у нас. Пока сложно, пока сложно. Шестым идет Владимир Гончаров. Если вот сейчас у него будет возможность, по-моему, последнего выстрела. Если нет, то все, он завершает борьбу на этой стадии соревнований. Потому что вот уже двое спортсменов выбыли. Соответственно, китаец и представитель, представитель Словении. И осталось шестеро в борьбе. Представитель Словакии. Если сейчас Гончаров выстрелит очень плохо, то тогда он будет следующим на выбывание. Поэтому очень важно сейчас Гончарова нанести, ну, прям попасть в яблочко, что называется, для того, чтобы продолжить борьбу. И вот сейчас ему дается неплохой выстрел на 9,2 балла. Хватит ли ему для того, чтобы остаться в борьбе? Вот в чем вопрос. В общем, сейчас мы будем за этим дальше следить. Маша, спасибо. Ну, а мы продолжаем. Продолжаем говорить о футболе. Болеем, конечно же, за наших. Следим за велогонкой, которая продолжается в эти минуты. Ну, и ждем четверть финала в соревнованиях раперисток. Напомню, там вот сегодня в соревнованиях раперисток будет, естественно, определены медали. Все, Владимир Гончарев выбывает из борьбы. Увы, увы, россиянин не смог подняться выше шестого места. Медали в стрельбе у нас вот здесь, к сожалению, не будет. Владимир Гончарев был четвертым после квалификации. Итоговое место только шестое. Чуть-чуть подвела меткость. Ну, ничего, болеем дальше. Надеемся на то, что все-таки, надеемся все-таки на то, что, вы представляете, двух десяток буквально не хватило для того, чтобы остаться. Чуть-чуть двух десяток очка для того, чтобы опередить китайца. Ну, вот так вот бывает. Так вот, по поводу суперкубка UEFA. Принимаем с удовольствием ваши звонки. Наверняка многие все-таки смотрели этот матч. Конечно, мадридский Реал был, соответственно, далеко не в оптимальном составе. Но не могу не восхититься Серхио Рамусом. Какая же величина. Уже, казалось бы, все ясно в этой встрече. Нет, он в очередной раз находится в нужное место в нужное время. И замыкает подачу с фланга, головой, с метра. Легко, как говорится. И продолжает жизнь для своей команды. Более того, забивает еще и в дополнительное время. Но вот в дополнительное время его голову не засчитали. Правда, обошлись и без него. Другой защитник пришел на помощь. Я бы обратил внимание все-таки на характер игры команды Зинедина Зидана. Мне кажется, что в отсутствии лидеров он очень вымуштровал своих футболистов. В основном молодых. И поставил перед ними задачу прежде всего выполнять, выполнять. Инсайдерская информация и аналитика. Только на Спорт.ФМ. Спорт.ФМ. Сто процентов футбола. Это сто процентов футбола. С вами Дмитрий Дерунец. Мы уже потихоньку готовимся к очередному туру российской футбольной премьер-лиги. Он не за горами. Он начинается уже в пятницу. И начинается матчем «Зенит-Ростов». Сейчас, как обещал, скажу по поводу матча, по поводу локомотива и тренерской должности в этом клубе. Итак, «Зенит-Ростов». Коэффициент от букмекерской компании «Винлайн». Здесь, конечно, «Зенит» явный фаворит. Думаю, стал он гораздо явнее, прямо скажем, по итогам событий, которые произошли в минувший уикенд, когда Курбан Бердеев «Ростов» покинут. О чем здесь можно говорить? Думаю, что «Ростов» сейчас реально может испытывать очень серьезные проблемы. Команду не очень понятно, кто будет готовить. При всем уважении к Дмитрию Кириченко, он, наверное, «Ростов» и будет возглавлять вот именно в этом матче, на тренерском мостике. Но, но, думаю, что ему не хватит, конечно, сил для того, чтобы собрать команду и подготовить таким же образом, как готовил Бердеев к игре против «Зенита». Плюс у «Зенита» такие будут очень серьезные, ну, наверное, где-то и реваншистские настроения. Поэтому, думаю, что «Зенит», победа «Зенита» и «Тотал» больше двух с половиной, я бы даже рискнул, уж очень низово проходят у нас матчи в начале этого чемпионата, и когда-то вот эти вот голы должны появляться. Поэтому победа «Зенита» и «Тотал» больше двух с половиной от компании «Винлайн» 2,69 коэффициент. Думаю, что он должен уверенно заходить. «Зенит» должен одерживать свою первую победу в чемпионате. «Зенит» должен побеждать, и «Зенит» должен побеждать, ну, если не сверхкрупно, то все-таки достаточно уверенно. Поэтому ждем, жду вот такого вот развития событий, но как бы что ни было, как бы что ни случилось, все равно «Винлайн» заплатит, и вы об этом знаете прекрасно. Что касается моей кандидатуры, у меня, наверное, нет пока сейчас кандидатуры. Для меня тоже, вы знаете, такой шок отставка Игоря Черевченко или личный уход Игоря Черевченко из московского «Локомотива» по тем или иным причинам, которые он пока не готов озвучить. Вот. Поэтому, ну что, принимаем это как есть. Дмитрий Оленьчев на посту «Локомотива», при всем том, что у него есть локомотивское прошлое, есть отношение к этому клубу, и он будет до определенной степени своим для болельщиков «Локомотива». Честно говоря, я сейчас хочу разобраться вообще в работе Дмитрия Оленьчева. Он оставил очень неоднозначное впечатление по тому, что происходило в «Спартаке» во время его правления. Я думаю, что, конечно, шанс, возможно, он еще один и заслужил, но справелен ли он будет, если именно в «Локомотиве» этот второй шанс ему предоставят? Не уверен, честно говоря. Думаю, что «Локомотиву» нужно хорошо подумать сейчас над тем, кто будет главным тренером. Я не за Семина и не за Оленьчева. Но за кого, тоже пока еще, честно говоря, не готов сказать. До последнего думал, что Черевченко все-таки останется. Кто-то еще из бывших своих, ну, наверное, уже попробовали. Наверное, нужно думать о ком-то другом, какие-то другие варианты искать. Поэтому Черевченко уж куда более свой был, нежели Черевченко. Но в итоге все-таки результат был признан не самым хорошим для «Локомотива». И в итоге Черевченко уходит в отставку. Поэтому, возможно, даже глянуть за границу придется в очередной раз «Московскому «Локомотиву». И не исключаю, что новый менеджмент подумает тоже об этом. Есть у нас звонок. Валентин, здравствуйте. Болеец в Центральном спортивном клубе «Армия». Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте. Мне очень важны ответы, ваши ответы на мои вопросы. Но вот сначала хочется пожелания такое. Вы знаете, я вот слушаю радиоспорт, спорт.фм, да? Я вот практически ничего не слышу о ЦСКА. Это все-таки чемпион страны. Хотелось бы все-таки побольше об этом говорить. Потому что, ну, я понимаю, неинтересно, там все в порядке и все же. Ну, значит, первый вопрос от ЦСКА, естественно. Насколько я помню, «Зенит», выиграв чемпионат, был посеянной командой в Лиге Чемпионов. Вы потом только ответите. Почему же тогда, вот не знаю, посеянная команда ЦСКА или нет? И почему нет, если это так? Второй вопрос. Скажите, пожалуйста, вот это личностный характер, ну, а в футболе? Вот для последних четыре сезона ЦСКА чемпион трижды. Скажите, в одном из сезонов, когда чемпионом становился ЦСКА, за 10 туров, вот если это, конечно, не секрет, в каком случае вы угадали, и угадали ли вообще, станет ЦСКА чемпионом? И последнее. Ваше мнение о Василии Трауре. Трауре. Спасибо. Спасибо большое. После паузы. Прямо сейчас ситуация на дорогах Москвы. Четыре балла по оценке портала Яндекс.Пробки. Местами затруднения. Чуть так улучшилось. Но она, в общем, прыгает от четырех до пяти баллов ситуация на дорогах города. Крупнейшие пробки на проспекте Мирово. От Крестовского путепровода до улицы Докугина. Час будете ехать. Набережные центра города. На юго-востоке Велозаводская улица, улица Сайкина, проспект Андропова. От Восточной улицы до Нагатинской улицы потеряете 30 минут. Представитель Южной Кореи выигрывает золото в стрельбе из пистолета с 50 метров. Невероятную меткость продемонстрировал он в решающий момент. Стальные нервы. И обошел фаворитов вьетнамца. Вьетнамец второй. И представитель Северной Кореи третий. Вот северокорейцы выигрывают медаль в этом виде программы. Ну а Южная Корея очередной золото. Очень много золотых медалей у сборной Южной Кореи. Она выступает отменно на этих Олимпийских играх. Поздравляю. Напомню, наш Владимир Гончаров остался шестым. Причем еще Чин Чон Ох устанавливает новый Олимпийский рекорд по количеству баллов. Вот такое вот событие. По поводу ЦСКА. Ну что в ЦСКА? ЦСКА готовится прежде всего к открытию стадиона. Я вам еще объясню, почему ЦСКА несколько в тени. Потому что мы все ждем прежде всего новостей от армейцев в плане вот инфраструктуры. Когда будет уже объявлено. Вот первый матч будет такой-то. Соответственно Лига Чемпионов играем тоже на новом стадионе ЦСКА. Вот здесь немножко подзависло. Плюс ЦСКА практически не играет в Москве. И в этом есть проблема, да. То есть нет возможности даже как-то пообщаться. ЦСКА все время на выезде. Вот два выезда подряд с Оренбургом сумели все-таки три очка урвать. Команда выглядит плохо. Мне не нравится сейчас, как ЦСКА играет. И думаю, что команде будет очень тяжело. Хотя, ну вот очень тяжело, хотя бы я бы так сказал. В каком плане тяжело соответствовать самому себе образца, скажем так, прошлых сезонов. Пока я вижу, что ЦСКА будет, наверное, чуть проще, чуть примитивнее. Но, возможно, так же эффективен с точки зрения результата на фоне других российских клубов. Что касается Лиги Чемпионов, безусловно, ЦСКА будет посеян в первой корзине. Даже не сомневайтесь. Чемпион России, он всегда в первой корзине на данный момент исторический. Вот, поэтому здесь вопросов никаких нет. И армейца в этой самой первой корзине будет. Так что я жду открытия сезона, жду прогресса в игре ЦСКА. И это время, главное, у Слуцкого есть. Сейчас худо-бедно набираются очки. Вот, никто вперед не вырывается. Есть время тому же Лосинетро-Ре вписаться в коллектив. Пока он от этой вписки в коллектив, ну, довольно далек. Реклама Александр, предприниматель из Волгограда, продал в CarPrice свой Audi A6 2010 года за 922 тысячи рублей. Продайте и вы свой автомобиль сегодня по отличной цене. CarPrice.ru Как трейд-ин, только выгоднее. Для тех, кто хочет жить в настоящем московском доме, в любимом районе, ГАЛС Девелопмент запускает новый архитектурный проект. Достойное. Выбирайте Достояние в районе Кунцево. Подробности на сайте Достояния.дефис.галс.ру ГАЛС Девелопмент. 495-725-5555. Когда Александр Сергеевич Пушкин предложил няне выпить, прислуга шепталась. Сергеич, жжет! А Петрович жжет, когда предлагает флизелиновый клей-келит для обоев всего за 185 рублей. Строительный торговый дом Петрович объявляет акцию Петрович жжет. Подробности на petrovich.ru Цены действительно до 2 октября. Количество товара ограничено. ООО СТД Петрович, СПБ, улица Салова, 46, Литер В, ОГРН, 106-784-754-56-55. На старт! Внимание! Марш! Успейте купить Тойота Камри и получить персональные привилегии в дилерских центрах Тойота компании СП Бизнес Кар. Только до 31 августа этого года. Тойота Центр Битца, Левобережный, Лосиный остров, Каширский, Серебряный Бор и Рублевский. Звоните сейчас. 151-2373. 151-2373. Код Москвы 495. Узнайте о возможных привилегиях. Подробнее на сайте toyotabc.ru. При поддержке ООО Тойота Мотор. Кто любит природу, тот долго живет. Японская мудрость. А кто очень любит природу, тот покупает квартиру рядом с ботаническим садом. Мудрость житейская. ЖК Лайф Ботанический сад. Новые квартиры в продаже. Звоните 495-641-3535. Проектная декларация на butsad.pioner.ru. Иногда принять правильное решение действительно сложно. Особенно, когда речь идет о деньгах. Но когда видишь лучшее, выбор очевиден. Выберите вклад года в лучшем банке России и получите стабильный доход 12% годовых в рублях. ПАО «Московский кредитный банк». Лауреат премии «Лучший банк в России» по версии британских журналов «Зе Бэнкер» и «Евромания». Вклад «Все включено». Вклад года по версии информационного портала «Банкеру». Подробнее на mkb.ru. Телефон рекламной службы «Спорт.ФМ». 620-46-64. Код Москвы – 495. Ритмы спорта на «Спорт.ФМ». Гимн футбольного клуба «Динамо Москва». Победный рев взорвет трибуны, как гром. Триумфомик соперник вновь побежден. На завтра, вечером до плюс 21, ночью около 17 градусов тепла. Завтра в четверг, плюс 26, облачно и хорошо. «Спорт.ФМ». 100% футбола. Еще полчаса. Вместе с вами я, Дмитрий Дерунец. Это 100% футбола. Главная тема дня – перестановки в московском «Локомотиве». Жду ваших сообщений. Вайбер, ватсап, 892522222932. СМС-портал 5533. В начале слова «Спорт». Звонки 2760-932-2761-932. Код города Москвы – 495. Приветствуйте ли вы назначение Юрия Семина на пост главного тренера «Локомотива», если оно, конечно, состоится. Поддерживаете ли вы такое назначение или нет? Илья Геркус, как президент «Локомотива». Интересен ли вам такой расклад в клубе? Ну и, соответственно, если не Семин, то кто? Оленичев, кто-то другой. Может быть, вы вспомните какую-то интересную кандидатуру, возможно, даже из европейских тренеров. А вдруг «Локомотив» сейчас возьмет и пойдет по пути Рубина? Почему бы нет? В общем, дорожка уже проторена. Так что ждем ваших сообщений. Ну и, конечно, продолжаем обсуждать, в том числе и Суперкубок УЕФА. Думаю, что многие накануне наблюдали, в том числе и с помощью «Спорт.ФМ». У нас был большой эфир, посвященный Суперкубку УЕФА. Так что ждем, ждем ваших сообщений и звонков. Прямо сейчас перенесемся на Олимпийские арены. На студии Мария Терская. Маша, что нового? Нового в боксе Владимира Никитина, весовой категории до 56 килограммов, выиграл бой у Боэ Варабары. Это представитель такого чудесного государства Вануату. Единогласным решением судей 29-28, 30-27, 30-26. Так что поздравляем нашего спортсмена. И что теперь куда? В 1-8? В 1-8 только. Жалко. Я уже думал куда-нибудь чуть-чуть подальше. Ну, пока. Пока так. Ладно, спасибо, Маша. Следи за другими событиями, которые происходят. Напоминаю, два комплекта наград разыграны на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро к данной минуте. Ольга Забелинская наша выиграла серебром, в велогонке, в велоспорте, в гонке с раздельным стартом у женщин. И мы ее с этим, конечно, поздравляем. Но сама Оля уже призналась, что чуть-чуть расстроена, что не удержала первое место. Напомню, ее на 5,5 секунд всего-навсего опередила американка Армстронг, шедшая, стартовавшая последней. Ну, и в эти минуты продолжается мужская гонка с раздельным стартом. Здесь у нас шансов на медали нет. Но пока лидирует, уверенно лидирует, очень уверенный, классный, настоящий король разделки, швейцарец Фабиан Кончелара. Пока он первый, но он еще в пути. В пути Крис Фрум, британец, который является фаворитом, по идее, этой гонки. Ехать еще мужчинам предстоит. Розыгрыш медали еще впереди. Напоминаю, что второй розыгрыш медали состоялся в стрельбе у мужчин из пистолета с расстоянием в 50 метров. Победил Чин Чон Ох из Южной Кореи. На втором месте Хуан Сюань Винг из Вьетнама. И Ким Сон Гук из КНДР на третьей строчке. Владимир Гончаров, россиянин, занял шестое место. Ну и, конечно, ждем мы четверть финалов у женщин-раперисток. Аида Шанаева против Исаоры Тюбюс и Инна Дереглазова против Астрид Гуайер. Это противостояние России и Франции в четверть финале. Ну и, конечно, будем отчаянно болеть за наших. Если выиграют, будут в полуфинале сражаться между собой. Девушки-раперистки это фехтование. Дзюдоист наш уже вылетел. Ну и другие розыгрыши наград. О них уже будут говорить коллеги после 19.00. Алексей Золин, Артем Дроздов и эксклюзивы по поводу велоспорта и по поводу других видов спорта. Слушайте Спорт.ФМ и все новости с Олимпийских игр будут, естественно, в прямом эфире для вас. Что нам пишет Максим, болельщик Локомотива? Дмитрий, каким бы ни был тренер Лока, главное, чтобы в клубе и в команде была система. Ее нет нигде, не только в Лока. Уйдет, скажем, Галицкий и Краснодар сразу закончится. Надеюсь, что я не прав. Максим, я бы тут немножко с вами поспорил, в каком плане. Ну, конечно, уйдет Галицкий и закончатся деньги прежде всего, да? Но система может остаться, и она может работать и при других деньгах. Вспомните, пожалуйста, какую задачу в первую очередь поставил перед собой менеджмент Челси, когда пришли деньги Романа Абрамовича. Они сказали, что главное для нас, тогда я помню, к 2010 году, выйти на некую самоокупаемость, чтобы не зависеть от денег Романа Абрамовича. Само собой, эта цель была и звучала, и выглядела утопично. Выйти вот на такую самоокупаемость, да еще и за 7 лет. Нет, это по большому счету не удалось. Но, конечно, у Челси существует сейчас некий страховочный фонд на случай того, если вдруг Роман Абрамович расстроится или разочаруется в перспективах себя, как владельца Челси. Что касается российских клубов, то я систему вижу в ЦСКА. Но при этом, по вашей логике, Максим, если Гиннер уйдет из ЦСКА, то в ЦСКА тоже все развалится. И это будет правда, в ЦСКА не будет денег. И есть ли система при этом, нет ли системы, ей не на что будет жить. Тот же самый случай и в Краснодаре, хотя вроде бы клуб функционирует неплохо, да. И тот же случай и в Спартаке. Здесь тоже хорошей системы такой классной нету, но при этом есть пока деньги Леонида Федуна, которые позволяют Спартаку, ну, жить. Просто жить позволяют. Вот, поэтому так глобально у какой-то системы, в принципе, хоть в одном российском клубе, чтобы эта система функционировала вне зависимости от денег какого-то отдельно взятого владельца, ее, конечно, нет нигде и в Локомотиве нет тоже. Вновь мы оцениваем ситуацию на столичных трассах. Здесь сложнее. Шесть баллов по оценке портала Яндекс.Пробки и движения затруднено. Проспект Мира, Москворецкая набережная, Садовое кольцо, внешняя сторона от Олимпийского проспекта до баррикадной улицы. Там все сложнее становится. Нижегородская улица от Воловьи до моста окружной железной дороги тоже около получаса. И на западе улица Нижняя Мневники от деревни Терехова до Крылатской улицы. Будьте внимательны. Меня зовут Дмитрий Дерунец. Это 100% футбола. Несколько слов о футболе национальной лиги. Накануне говорили мы с главным тренером Воронежского факела Павлом Гусевым. Факел уверенно начал сезон. И наставник тоже отметил, что доволен стартовыми шестью турами. Факел идет на третьей строчке турнирной таблицы с 13 набранными баллами. Лидирует в дивизионе Динамо Москва и Тосна. И вот, конечно, на Тосницев хотелось бы обратить отдельное внимание. Кстати, совсем скоро этим коллективом встречаться между собой в Химках на домашней арене московского Динамо. Играется, состоится через три тура на четвертый, 28 августа. И, конечно, к ней будет приковано большое внимание. Сейчас у Тосна дома Шинник, в гостях Тюмень, дома Енисей. В общем, вполне себе Тосна может продолжить такой уверенный поход и набрать в этих трех матчах все девять очков. Так что Тосна и вот этот вот старт команды Дмитрия Парфенова, он, безусловно, заслуживает внимания. Статистика игроков хороша. Коллектив подобран сильный. И, конечно, интересно, как будут дальше развиваться события. Казалось, что в первом туре Тосна с Химками играет дома в ничью. И повторяется старая история. Вновь у Тосна серьезный коллектив, но нету результата. Но дальше пошли победы. Вначале минимальные. Потом такая важная гроссмейстерская ничья на поле Кубани в Краснодаре. И им две победы, прежде всего, над факелом как раз-таки. То есть уже с такими фаворитами турнира, по крайней мере, до, скажем так, игры, до старта с Кубанью и с факелом Тосна сыграл. И это позволяет с уверенностью смотреть в будущее. Дмитрий Парфенов, безусловно, ему прошлый сезон пошел на пользу. Сейчас он уже так определился с основным составом где-то. Здесь и Буйволов, здесь и Тетрашвили, здесь и Рустам Мухаммедшин, который уже забивает. Здесь и Антон Заболотный, который внезапно раскрывается как форвард. Правда, он прежде всего на реализации пенальти. Здесь хороший вратарь Артур Нигматуллин, вовремя выдернутый в свое время из Нижегородской Волги. Здесь недавний лидер тульского арсенала Младен Кашчелан. В общем, еще раз скажу, состав у Тосна очень приличный. И, конечно, мы об этом клубе наверняка будем много говорить. И говорить, возможно, даже и в восторженных тонах. Возможно, и этот сезон станет все-таки для Тосна прорывным. Но осталось понять, что с инфраструктурой. Вот здесь важный момент, конечно. Готово ли будет Тосна к переходу в Премьер-лигу именно с точки зрения инфраструктуры. Насколько я понимаю, говорить здесь о том, что Тосна будет играть в Новгороде в Премьер-лиге, в городе, где одна трибуна. Ну, я думаю, что об этом говорить не приходится. Сейчас это выглядит все очень неплохо. Великий Новгород по даже футболу уровню футбольной национальной лиги. Город соскучился, конечно. Но вот пока это выглядит максимум как уровень ФНЛ. А Премьер-лиги в Великом Новгороде, ну, это я представить пока что не могу. 5533 в начале слова «Спорт». Наш смс-портал вайбер, ватсап 8-9-2-5-2-2-2-2-9-3-2. Дмитрий, вы не ответили, угадали или не угадали чемпионат ЦСКА? Валентин, я вам не ответил действительно, потому что я не помню. Я помню, что я какое-то время у одного из наших болельщиков ЦСКА, из наших слушателей, ассоциировался с тем, что раз прогнозирую какую-то армейскую неудачу, всегда происходит наоборот. За это он меня очень любил. Андрей интересуется, расскажите, пожалуйста, вкратце, как Краснодар в свое время уходил в Премьер-лигу. Оперативно выходил Краснодар. Вот как «Зенит-2» поднялся из дивизиона 2-го в 1-й дивизион в футболе и национальную лигу, так приблизительно Краснодар только еще быстрее преодолел 2-й дивизион и ФНЛ. Не по спортивному принципу, если вкратце. Многие отказывались от повышения в классе, и в итоге Краснодар был готов. Его заявку рассмотрели, и он оказался в Премьер-лиге не по спортивному принципу. Но, понимаете, имидж у Краснодара вроде как позитивный. Да, и частный клуб, и стадион тогда строился, и галецкий умный мужик, и футбол любит, и дает работать. В общем, это все так не делал турнирная таблица. Португальская олимпийская сборная в группе «Д» на первом месте уже обеспечила себе выход в плей-в 6 очков 2 победы. Гондурас и Аргентина делят вторую и третью строчку по одной победе и одному поражению. Играют между собой, и при этом, друзья, учитывая разницу забитых пропущенных мячей, ничья устроит Гондурас в этом противостоянии. Поэтому очень интересный матч, и Гондурас не проиграет за 2,57. Верю в Гондурас. С детства в Гондурас от букмекерской компании «Винлайн» 2,57 на «Гондурас» или «Ничья». Думаю, что хотя бы поэтому внимательнейшим образом предлагаю последить за этой игрой. Ну а мы внимательнейшим образом следим за поединками наших рэперисток на фехтовальном турнире. Маша Терская, что там, как там наши? Да, наши девушки обеспечили России серебряную медаль. Инна Дереглазова и Эда Шанаева сумели в 1-4 финала одолеть француженок. И таким образом в 1-2 они сразятся между собой. То есть медаль нам уже обеспечена. Но кто ее завоюет, пока еще большой вопрос. Да, действительно, мы превращаемся в какой-то кошмар для сборной команды Франции по фехтованию. Вспомним Софью Великую в сабельном турнире женском, когда Соня трех подряд француженок выбила на пути к финалу. И вот сейчас параллельно 2-4 финала Аида Шанаева в упорной борьбе обыгрывает Тибус и Заора. 15-13. Аина Дереглазова с большим преимуществом побеждает Астрид Гюярн. 15-6. Ну что же, молодцы девочки. Наше фехтование радует. Мы будем и в финале, и в матче за третье место. И будем надеяться, что медаль у нас будет не одна, а целых две. Спасибо, Маша. Ждем продолжения новостей из Олимпийского Рио-де-Жанейро. Ждем, ждем, ждем. И надеемся сегодня на то, что медали будут. И еще не одна для нашей национальной команды. На канале матч досконально повторно показали, что гола в ворота Оренбурга не было. Хотя я не болею за ЦСКА. Я вижу, вижу, соответственно, ваше сообщение. Вот и Натали пишет. Дмитрий, ну пересмотреть момент с якобы гола в ворота ЦСКА. Но ведь на двух каналах даже показывали, делали стоп-кадр. Нигде нет подтверждения того, что мяч пересек ленточку. И разные судьи об этом же сказали. Можно и любить ЦСКА, но надо быть объективными. И Наталья. Давайте так. Я стараюсь быть объективными. Я поговорил с Александром Бубновым. Вы тоже к нему можете по-разному относиться. Он увидел этот момент по-своему. Ну, понятное дело, что в какой-то симпатии к ЦСКА он не замечен. Но тем не менее. Окей, хорошо. Проехали этот момент. Кто-то считает, что был гол. Кто-то считает, что не был. Вы только что слышали мнение там Геннадия. Я думаю, что многие болельщики есть, которые считают, что в перспективе момент, в перспективе мяч мог перекатиться, эту самую линию, рассудил бы нас только один, как вы понимаете, фактор. Это система фиксации гола. Goal Line Technology. Ее у нас нет. Слава богу, что в Оренбурге, в принципе, играют. Потому что там нет системы фиксации гола. И, конечно, бы хотелось, чтобы она была внедрена и в российский чемпионат. Вот так уже в первых турах мы получили повод об этом поговорить. Елизавета Звонок. Борис, здравствуйте. Да, здравствуйте, Дмитрий. У меня два коротеньких предложения. Почему вот забыт Андрей Кобелев? Он бы подошел как к Спартаку, так и к Локомотиву. Это первое. И второе. Не кажется ли вам, что еще два тренера нависли, как говорится, на вылет? Очень сильно висит в Казани испанец. И я думаю, что Петреску опоздали лет на 10. Он уже вряд ли что может дать. Спасибо. Спасибо. Андрей Кобелев, если вы, видимо, не читали его большим интервью, он сказал, что у него есть некие предложения, и он их рассматривает. Но, конечно, он себе, ну, скажем так, имидж и вот такое вот резюме, что ли, подпортил этим динамским сезоном. Его ошибки очевидны в том числе, хотя он, конечно, в своем интервью рассказал о том, как сложно шла селекция, какие были потери и как он с такими потерями не справился, что были на то объективные причины на вылет Динамо. Но я не знаю, по-прежнему, наверное, его козыри при нем, но не думаю, что Локомотив или Спартак сейчас рискнет сделать ставку на Андрея Кобелева. Хотя, конечно, возможно, последнего слова этот молодой еще по-прежнему специалист не сказал в нашем футбольном мире. Что касается испанца, не согласен. Думаю, Хави Грася огромный будет карт-бланш в Рубине и дадут ему поработать. И не согласен по Дану Петреску. Ему приходится строить новую команду. И я уверен, что в какой-то момент, когда он разберется с ней, когда он ее насытит своими идеями, он выдаст такую победную серию, что все еще вспомнят, что Кубань действительно фаворит, тоже один из фаворитов этого сезона ФНЛ. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Спорт-ФМ. Сто процентов футбола. Мы продолжаем. Это сто процентов футбола. Совсем скоро финиш гонки с раздельным стартом у мужчин. Здесь драмы, здесь полностью большая выкладка на финише. И по-прежнему лидирует Фабиан Канчелара. Но его преимущество пока велико. Да, оно в районе полуминуты. Кристофер Фрум уже подтянулся на третью строчку общего зачета. Но пока он догнать швейцарца не может. Следим мы за этими событиями на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Ну а прямо сейчас давайте пообщаемся с Никитой Михайловичем. Здравствуйте. Алло, Никита Михайлович. Я насчет Кобелева могу одно сказать. Этот парень так хорошо начинал, перспективный. Но, видимо, он сам себя подпортил в том плане, что вот в московском «Динамо» в этом конфликте с Денисовым он проиграл всю свою возможность проявить себя еще выше. А вопрос у меня к вам такого плана. Скажите, пожалуйста, что там думает о МКАРе по монтфутбольной? Каково перспективы Гаджи Муслимыча в этом чемпионате? Благодарю я вас. Спасибо большое за ваше интересное мнение. Конфликт с Денисовым, безусловно, стал одним из определяющих в жизни в прошлом сезоне московского «Динамо» в целом. И Андрея Кобелева в частности, здесь вы абсолютно правы. И, в общем, конечно, как он в итоге разрешился, не в пользу клуба в том числе, не в пользу Кобелева, который не собирался особо работать с Игорем Денисовым в сложившихся ситуациях, конечно, в том числе и повлиял на итоговый результат. Ну, а что касается Гаджи Гаджеева, отвечу через небольшую паузу. Буквально несколько минут еще в эфире 100% футбола. Ну, здесь что сказать. Конечно, футбольный бомонд, видите, вот так вот назвали, так громко, футбольный бомонд. Ну, не сидит футбольный бомонд и не обсуждает, да, мол, что делать, как делать, и как там будет дальше развиваться Амкара, судьба Игорь Гаджи Гаджиева. Конечно, такого прям нету. Но мы привыкли уже к тому, что Гаджи Гаджиев, проведший очень сильный, на мой взгляд, прошлый сезон, готов и работать в том числе и в этом, в прежних условиях. Условия тяжелые очень, и потери Белорукова, думаю, что на Амкаре скажется прилично. Но пока, пока он справляется, думаю, что перспективы Амкара все те же. Это борьба за выживание с той или иной степенью опасности. Либо полностью борьба за выживание с нахождением в группе риска, либо все-таки баланс на 10-12 строчке турнирной таблицы российской футбольной премьер-лиги. Я склоняюсь скорее ко второму. Думаю, что вполне может сложиться так, что Амкар в очередной раз не вылетит. Думаю, что та же Томь скорее ближе к вылету, нежели Пермяки. Ну вот, по крайней мере, если брать в сравнении вот эти два клуба. Думаю, что непросто будет и Уфе, и Уралу в итоге очень непросто будет. Говорили мы только что с Юрием Матвеевым, да, в нашем эфире. И, конечно, Урал начал прилично, начал хорошо. Четыре набранных очка – это хороший результат. Но, конечно, команда с большими потерями, ей будет сложно. Вы видите, что Арсенал свою взял в матче с Рубином. Ну и вот эта вот вся группа риска, она понятна. Кстати, в нее, мне кажется, в этом сезоне и Терек будет входить. Будем потихоньку завершать наш эфир. Не забывайте, что сразу после программы ТОП-спорт Алексей Золин и Артем Дроздов будут обсуждать бокс. Сначала главный тренер сборной России по боксу Александр Лебзяк называет спортсменов пассажирами и туристами. Затем появляется новость, что главный тренер сборной уходит с своего поста. Эта информация опровергается Федерацией бокса. Сегодня Александр Лебзяк заявляет, что передумал. Также ТОП-спорт затронет тему московского локомотива. Железнодорожники, ну, в общем, продолжат тему 100% футбола. Вместо Ольги Смородской – Илья Геркус. Новые подробности, новые фамилии, новое эксклюзивное интервью. Третий конфлект наград разыгран под завершение нашего эфиров. Авиан Канчеллара, швейцарец, становится обладателем золотой медали в гонке с раздельным стартом у мужчин в велогонке. Второе место занимает Том Дюмулен из Голландии. И на третьем месте британец Кристофер Фрум. Начинаются утренние заплывы по бразильскому времени в бассейне в Рио-де-Жанейро. Ну и, естественно, начинаются события в турнире саблистов у мужчин. Сегодня, напомню, в фехтовании разыгрываются два конфлекта наград. И в одном мы точно будем с медалей у женщин-раперисток. Будем надеяться, что не подкачают и мужчины саблистов. С вами был Дмитрий Дерунец. Услышимся завтра на волнах Спорт.ФМ. Это программа 100% футбола.